привет друзья с вами светлана дианова и сегодня я готова показать вам очередное видео из серии вышивальный дневник с продвижением еще 10 процентов моего дорогого гостя и это важный ну такой можно сказать переломный рубеж моей картины ровно экватор напомню что начала я вышивать эту картину еще в начале года 21 января и на данный момент по этой картине у меня выходит уже шестой эпизод самое первое видео было об организации начале этого процесса потом в конце марта было видео о вышивке 10 процентов этой картины в середине мая я показала 20 процентов прогресса в июле еще было отдельное видео живым процессом вышивки до первой перемотки это примерно четверть картины в августе был 4 эпизод 30 процентов в ноябре в эпизоде 5 я показала 40 процентов своей картины и вот сегодня 3 декабря эпизод 6 на данный момент вышита ровно половина 203 тысячи стежков из 406 тысяч и я надеюсь очень скоро у меня получится показать вам видео еще и живым процессом вышивки картины что есть до до следующей до 2 перемотки но это будет чуть позже а сегодня у меня вышивка половины картины по количеству стежков потому что до перемотки мне еще нужно подозревать еще отдельные участки и это займет еще какое-то время и вот весь ноябрь я вышивала эти 10 процентов для старалась как могла несмотря на то что ноябрь тоже был достаточно активным и много самых разных событий происходило но в начале ноября вышла очередная серия второго сезона нашего youtube сериала сокровища леди бель серия называется встреча с пушкиным это 11 серия ее мы снимали во время нашей выставки в пушкинской библиотеке еще в сентябре были съемки и пользуясь случаем я хочу сказать что в декабре у нас не будет очередной серии потому что мне нужно будет еще до снять пару сцен на нашей текущей выставке который проходит сейчас галереи печатники к сожалению в ноябре не получилось у меня это сделать но я очень надеюсь что в декабре мы все до снимем и тогда следующая серия выйдет скорее всего начале января как раз в новогодние праздники и и посмотрите дорогие зрители моего канала а еще в ноябре вышел 10 и юбилейный видео тур нашего музея галереи живописной вышивки сейчас я собираю материал на следующий 11 видео тур в ноябре у меня было еще несколько очень интересных поездок и встреч можно сказать проехалась по местам боевой славы посетила площадки где раньше проходили наши выставки вышитых картин проекта жизнь прекрасна а теперь там проходят выставки разных дружественных нам проектов обо всем об этом я подробно рассказывала на моем youtube канале в начале ноября у меня была поездка в сколково там сейчас замечательное организованное пространство и там проходит много очень интересных выставок ну вот русская азбука марины ханковой очень классная выставка еще там проходят персональные выставки очень интересных художников но в общем есть на что посмотреть потом 17 ноября было открытие российской недели искусств даниловском ивент холли и я там тоже побывала полюбовалась на оригинальные экспонаты пообщалась со многими художниками и даже выступила на открытии этой выставки с презентации нашей серии назад в будущее потому что там проходил на один из проектов называется машина времени и вот наша серия как раз про прошлое настоящее будущее была очень кстати еще в ноябре я снова побывала в галерее вдохновения на выставке ст как раз день закрытия приезжала еще в ноябре наш музей присоединился к челленджу частных музеев потом еще про нашу выставку в галерее печатники вышел сюжет на детском телеканале карусель снимали и еще в октябре вот сюжет вышел в ноябре и еще у нас уже начал формироваться план выставок на начало уже следующего 2022 года мы уже согласовали выставки в московском доме национальности в гостином дворе и фидоскинском музее еще у нас конечно же были ежемесячные воскресные посиделки напомню последнее воскресенье у нас зубы сиделки для участниц нашего проекта а в первое воскресенье каждого месяца формате живого стрима я провожу посиделки для всех зрителей моего канала кстати сегодня как раз пятое число это первое воскресенье декабря но живого стрима с посиделками нас сегодня не будет я надеюсь вы меня простите по уважительной причине сегодня у день рождения и я принимаю гостей но живой стрим обязательно состоится в декабре потому что судя по результатам опроса который я провела на вкладке сообщества на своем канале большинство голосов за то чтобы провести живой стрим перед новым годом ну такой праздничный живой стрим где мы все соберемся будем болтать будем друг друга поздравлять и делиться новогодним настроением ну а может кстати проведем живой стрим 19 декабря в этот день мы будем отмечать день рождения проекта жизнь прекрасна это прекрасный повод собраться и отметить это событие да и до нового года всего ничего останется ну в общем посмотрим что-нибудь обязательно придумаем живым стримом и с посиделками и еще кстати с 1 декабря а это была среда на моем канале открылась новая рубрика которая называется наша среда или расскажу за минуту в общем каждую среду у меня будут выходить такие короткие ролики где я за минуту буду рассказывать о каком-то своем вышивальном лайфхаке я надеюсь что их у меня хватит ну а если не хватит я очень рассчитываю на помощь зала на вашу помощь дорогие мои друзья и зрители на то что вы будете писать свои идеи о том чтобы вы хотели услышать в этой рубрике это будут такие небольшие ну как бы шпаргалки где я четко и лаконично по существу какого-то одного вопроса буду делиться ну какими-то вышивальными лайфхаками чтобы они всегда были у вас под рукой вот такие вот шпаргалочки будут в общем как вы видите событий было много а планов у нас еще больше только успевать за всем этим успевать и вот перерывах мой гость все-таки двигается потихоньку полегоньку и я уже дошла до экватора уж не знаю как дальше дело пойдет но для меня это важный такой психологический рубеж напомню что я вышиваю картину милый гость издалека или в оригинальном названии de gas from far away по картине художника оскара фрейвит люцева который он написал в 1888 году в швейцарии он писал эту картину а схема и набор у меня от эстета номер 192 называется дорогой гость размер схемы 650 на 625 стежков то есть в общей сложности чуть больше 406 тысячи стежочков здесь использовано 200 цветов 106 чистых и 94 смешанных ниточки dmc канва конгресс трамин 24 каунта а я вышиваю эту картину в технике петит полукрест и начала я ее вышивать 21 января 2021 года и свое прошлое видео я закончила на том как я добралась до 40 процентов этой вышивки на тот момент было вышито 162 тысячи стежочков и вот несколько моих видео зарисовок которые я снимала процессе вышивки этой картины продвигаясь к экватору то есть к отметке 50 процентов или двести три тысячи стежков привет друзья сегодня у нас пятница 5 ноября и первое видео из очередного эпизода шестой будет меня уже эпизод по вышивке дорогого гостя о том как я продвигаюсь к экватору вышивки этой картины вот на данный момент у меня вышито 165 тысяч стежочков это составляет 41 процент всей вышивки и с моего прошлого включения кое-что добавилось вот в основном у меня вот здесь вот потолочном своде в основном вышиваются какие-то цвета и смотрите лицо второго джентльмена добра молодца уже почти появилась и вот очень отчетливо начинает прорисовываться рука смотрите как здорово тут прям вот пальчики видны и уже видно как он держит вот этот вот кувшин из которого наливает вино за горлышко он его держит и вот здесь вот будет такая струйка который льется в бокал дорогого гостя очень интересно вот это лицо слуги получается такое прям смуглое смуглое кажется да то ли это действительно свет так падает золотисто золотисто даже не смогла золотистым образом выглядит лицо я думала что у меня у дорогого гостя смуглое лицо но вот у вот этого товарища услуги она еще смуглее получается очень очень здорово но вот здесь вот отцвет так падает что вот это вот щека и часть лба они были более светлые как раз вот цвет от свечи сюда падает а вот эта часть правая часть лица она более темная прям хочется уже поскорее до вышивать вот оставшиеся незашитые участочки глаза брови вот усы и рот вот это вот все чтобы посмотреть уже как будет выглядеть лицо я полностью ну и так отдельными участками я вышиваю прям вот буквально одному два три стежочка которые попадаются эти цвета вот где-то вот вкраплениями вот здесь вот вот где-то вот здесь вот в ковре тоже вкрапления появляются вот это вот полочка тоже постепенно обрисовывается и облагораживается ну здорово здорово конечно получается вот сегодня 5 число у нас отчетный день сдачи наших отчетов по нашему про совместному проекту жизнь прекрасна я уже отчиталась с этой картины и сейчас засяду делать отчет наш групповой и он очень скоро ну вернее 7 числа он появится в нашей группе для всех участниц а для зрителей я его выложу в середине ноября 15 ноября он выйдет скорее всего и вот эта картина моя тоже попадет ну что ж продолжаем вышивать встретимся на следующих пяти тысячах а с вами увидимся буквально через секунду привет друзьям сегодня понедельник 8 ноября и у меня очередное включение вышитой еще 5000 стежочков и на данный момент на этой картине вышит всего 170 тысяч стежков и это составляет 42 процента всей вышивки с прошлого включения добавилось тут много темных тонов я начала зашивать лицо мужчины а тут осталось в основном вот эти вот темные цвета там где брови глаза и я беру какой-то темный цвет вот здесь в лице встречается буквально пара стежочков а остальное разбредается по оставшиеся части картины вот здесь вот у меня очень хорошо на наметился его камзол такого темного цвета но он должен быть темно-зеленого цвета пока вот тут идут такие прям вот черные и такие коричневатые цвета и вот эта вот часть картины тоже достаточно хорошо продвинулась тут правда как-то вот непонятно получается вот здесь по всей вероятности на должен появиться сапог дорогого гостя ну вот пока вот вот этим вот темным цветом все здесь зашивается вчера был живой стрим для зрителя моего канала и там я как раз показывала продвижение по гостю показала как выглядит картина и в общем-то все уже там рассказала как раз об этой части вышивки так что я наверное сейчас вставлю небольшой кусочек из этого живого стрима так шай прости я сейчас тут вопрос про гостя у меня тут как всегда рояль в кустах стоит вот смотрите друзья мои продвигается очень даже хорошо у меня вышло видео 40 процентов мне кстати очень хороший волшебный пендель дала ларочка карташова да когда она приехала она мне так это пристыдила посмотрела на моего гостя села за станочек посмотрела на гостя будет я это думала у тебя тут он уже продвинулся а он у тебя совершенно вообще стоит на месте так она меня пристыдила села быстро быстро вышивать это было ха было хорошее хорошее такое внушение вот и 40 процентов я уже сделала видео о том как я продвигалась 40 процентов этой вышивки вот сейчас я прям активно активно продвигаюсь к пятидесяти процентов у меня сейчас на данный момент всего лишь один процент я после своего прошлого видео вышел где-то 41 процент или 42 я уже не знаю здесь сто шестьдесят семь или сто шестьдесят восемь тысяч выше то ну смотрите как здорово тут все получается вот здесь вот вот здесь вот я начала зашивать вот этот кафтан вот этого слуги и прям уже так все обрисовываются хоть и в точечку да но точечка это в точечку тоже так иногда художники рисуют точечками это что же классно вот а вот этот дорогой гость у меня прям очень очень радует сам дорогой гость я даже вот в своем видео где про 40 процентов рассказывала я говорил что он мне это напоминает до молодого волнового если ему бороду бороду и усы приклеить вот прям красавчик красавчик вот этот вот узор у него на кафтане чудный вот так что и вот это вот второе лицо уже почти появилось второе лицо и прямо тут буквально ну здесь прямо одиночками надо 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 вышивать а поскольку я беру один цвет и потом разбредаюсь по всей по всей картине то казалось бы вот эти вот маленькую вот эту вот историю да с лицом я все никак не могу зашить ну представьте я возьму например какой-нибудь один цвет а он встречается всего лишь вот тут например в бровях да два стежочка а остальные тут надо вот где-то вот тут зашивать кстати говоря вот вот здесь вот еще тоже я над над сапогом тоже потрудилась тут он так тоже в точечку завышивался прям вот обрисовался уже сапожок с каблуком прям чудный чудный обожаю обожаю эту картину и вот вот сейчас очень интересно когда уже не ну как-то не 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 светлое поле да а когда уже вот вот так контурно все это обрисовалась зашивать вот эти вот уже серединке не не зашиты прям очень очень мне нравится очень классно вот вот такой гость и да да гость гость продвигается под аудиокниги ты права совершенно надежь под аудиокниги гость идет гораздо веселее продолжу вышивать и встретимся еще через пять тысяч стежочков привет друзья сегодня у нас среда 10 ноября и очередные пять тысяч стежочков позади на данный момент вышито 175 тысяч стежков всего и это составляет 43 процента вышивки ну все никак у меня не получается лицо закончить у этого услуги потому что ну тут буквально вот эти вот несколько прогалин и каждый цвет который здесь встречается вот сейчас такой бленд ну темно-зеленый с темно-коричневым где-то вот здесь в брови всего лишь один стежочек был и вот немножечко в волосах и все остальное вот идет вот этот вот его такой темно-зеленый кафтан так что здесь достаточно большая часть зашивается одним цветом ну вот с небольшими пробелами а так очень прям вот хорошо тут и быстро идет достаточно вышивка потому что большой кусочек вот здесь вот еще будет зашиваться и вот кстати да я уже говорила вот эта вот рука тоже так достаточно явно прорисовалась ну замечательно замечательно и вот здесь вот в этой части тоже вот сейчас у меня в основном темные такие цвета идут практически довышивался вот один одна нога один сапог видно что тут какой-то есть узор на сапоге но а и вот это вот да вторая ножка вторая ножка стула тоже интересно прорисовывается тут еще не все зашито вот эти вот наверное будут скорее всего части такими более светлыми цветами вот эти точечки и они дадут необходимый облеск чтобы создать объем вот этих вот круглых резных таких ножек как будто ножка стула она как бы из шариков таких резных состоит вот и я очень жду конечно когда вот эта часть довышивается тогда сапог должен как-то появиться более контрастно что ли и здесь вот на ковре тоже орнамент все более интересным образом вырисовывается очень мне нравится вот это вот перспектива такая да вот что ну тут орнамент какие-то такие геометрические фигуры все вот эти вот детали они как-то под углом видны здорово получается ну вот пока такое продвижение и я надеюсь что вот эту часть камзола камзола когда я закончу будет уже гораздо интереснее смотреться вот тут вот должно вышиваться часть рукава вот эта вот часть так что уже будет такой более цельный вид камзола ну что ж я продолжу вышивать а с вами встретимся через секунду привет друзья сегодня у нас понедельник 15 ноября и очередные пять тысяч стежочков позади что составляет сто восемьдесят тысяч стежков в общей сложности вышито и сорок четыре процента очень меня радует то что практически появилось лицо второго персонажа ну тут за редким исключением несколько еще есть там вкраплений которые не вышиты но в общем и целом лицо уже появилось и очень даже симпатичное очень мне нравится как рука вот здесь здесь его уже обрисовалась а вот здесь рука дорогого гостя который держит бокал который вот слуга наливает вино она тоже замечательно совершенно получается особенно через камеру когда на удаление смотришь тут прямо видно как он держит обхватил рукой ножку бокала и вот здесь даже ноготочек большом пальце и вот все вот эти фаланги все очень здорово видно еще мне очень нравится как вот эта полочка обрисовывается она настолько объемная получилась и вот такая вот за счет вот того что вот здесь тень падает она действительно выглядит очень-очень объемной очень живой настоящий узоры тоже красиво так на этой полочке вырисовываются прямо прямо прелесть ну и вот вся эта посуда тоже потихонечку тоже так хорошенечко обрисовывается мне очень нравится как свод потолочный обрисовывается вот здесь вот цветочек такой все узоры вензеля уже видны и знаете мне даже нравится то как получается вышивки гораздо больше нравится чем чем на картинке картинка какая-то даже более плоская что ли да вот этот вот цветочек он только начал обрисовываться но уже симпатично выглядит а вот эта полочка да вот если на нее посмотреть вот она тут настолько она объемная и прям такая рельефная ну и вот вот здесь такая интересно и еще конечно же тоже интересно уже обрисовался вот этот вот кафтан или камзол слуги вот этот отворот воротника у него такой вот темного темно-зеленого цвета вот сам вот этот вот камзол очень интересно вырисовывается тоже мне очень нравится и практически уже этот человечек такой законченный вот здесь вот тоже очень интересно появляется вот эта оторочка вот этой белой поддевки под кафтан она прям такая золоченая расшитая золотом какими-то драгоценными каменьями и вот эти вот каменья они потихонечку начинают врисовываться единственное что мне не совсем понятно это вот это вот такое месиво темное пятно из которого я уверена тоже в свое время проявятся отдельные элементы вот например вот этот вот сапог который за ножкой стула вот эта ножка стул тут сапог вот когда тут все довышивается мне кажется что будет более отчетливо видно второй сапог я пока не вижу вот этот ну он скорее всего это вот вот тут вот он будет да он весь тоже такой софьяновый сапог расшитый не знаю из разных наверное кусочков кожи что ли он так сделан очень красивый и вот эта вот часть это будут вот эти вот алые порты алые порты дорогого гостя ну а так в общем и целом мне очень-очень нравится как все это получается вот тут столик начинает обрисовываться скатерка вот тоже интересная штука на картинку когда мы смотрим мы видим что скатерть как бы белая с таким рисунком да но вот на вышивке вышивки тут белого цвета пока нет вообще то есть здесь в основном вот такие вот серые серовато-бежевые оттенки вышиваются ну это будет вот этот вот как раз узор скорее всего а между между этим узором может быть какие-то более светлые тона пойдут вышивается конечно не просто вот единственный простой участок пока был вот в этом вот камзоле тут прям большие были участочки одним цветом но тоже я не знаю насколько это видно через камеру смотрите как здорово вот тут в основном сочетание цветов такого темно-зеленого с темно-коричневым или даже почти с черным и вот за счет такого сочетания этого бленда вид у этого камзола он действительно такой бархатный получается то есть вот эти вот зелено блин нет плохо плохо видно но вот действительно такая вот бархатистость она чувствуется в этом камзоле это я вот вижу не через камеру через камеру как-то хуже даже видно хотя вот не знаю может быть есть или нет все равно не передает вот этого эффекта но вот это тот эффект которым я прям наслаждалась потому что вот я вижу вот эти вот это не складочки это вот именно такой эффект когда бархатная ткань она немножечко как бы поблескивает что ли да или отсвечивает но интересно интересно получается конечно и что удивительно при том что практически одним цветом здесь все вышивается все таки мы видим и то что здесь рукав да сгиб рукава каким-то образом зрительно отделяется да вот сгиб рукава от основной части вот этого камзола просто удивительно мне очень нравится как проявляется эта картина и вот как я уже говорила ранее на этом этапе сейчас самое интересное происходит когда буквально немножечко вышьешь какой-то малюсенький участочек вот например даже вот в этом стакане да или чарка какая-то вот эти вот когда участочки совсем небольшой участок вот когда он зашьется до конца да тут буквально ну не знаю наверное меньше ста стежков нужно сделать чтобы закончить вот этот вот стакан да это будет настоящий совершенно вот стакан бокал чарка все что угодно очень интересно вот этот вот чайник или кувшин да тут тоже совсем чуть-чуть осталось вот здесь вот довышивать и он уже будет совершенно настоящим со всеми вот своими отблесками со всей своей прекрасностью со всей своей не знаю что медная посуда наверное да вот будет видно что это медь или вот вот здесь наверное блюдо скорее всего серебряное может быть немножечко серебро потемнело от времени а может быть тоже какой-то медный поднос ну в общем это все конечно потрясающе потрясающе все на этом этапе проявляется и сложнее всего мне вышивать вот эту часть вот этой вот поддевки под кафтан белая вот эта рубаха потому что светлых цветов здесь много и я прям их с трудом различаю вот даже не видно что вышито а что нет конечно если бы у меня была канва не белая а ну чуть более тонированная там может быть типа айвори или беш слегка бежеватая было бы проще вышивать на ней светлыми нитками а вот светлым по светлому мне совсем прям тяжело удается практически не вижу я вот ну и приходится как говорится на автопилоте по приборам все это вышивать ну вот такая пока красота врисовывается и я прям не могу оторваться мне прям хочется вот эту часть свода закончить чтобы идти вот справа налево вот сюда вот ну а там как пойдет я еще вот с лицом немножечко поработаю вот с лицами мне осталось вот 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 здесь вот вокруг лица немножечко зашивать ну и и вот здесь вот услуги тоже и волосы и вот часть часть небольших прогалинок так что хочется чтобы они уже смотрели чтобы были уже живые персонажи настоящие персонажи и третьему персонажу я буду подпираться уже после перемотки это тоже будет очень интересная часть картины потрясающая третий персонаж и вот этот вот рукомойник ковер окно зеленью вот кусочек света который льется из окна ну потрясающая картина не устаю ей любоваться и восхищаться ну что ж друзья увидимся через секунду привет друзья сегодня у нас воскресенье 21 ноября нет я еще не закончила вышивать 5000 стежочков я заявилась неделя ударного труда это игра на форуме у златы и я отправила вот это стартовое фото заявилась на неделе ударного труда начинаю с отметки 184 500 эта игра начинается в 12 часов 21 ноября и продлится до следующего воскресенья вернее до до понедельника до 12 часов понедельника 29 ноября ну что ж иголочки заправлены и приступим в конце недели покажу что у меня получилось еще раз приветствую вас друзья у нас еще 21 ноября и вот 500 стежочков я вышила как раз то чего мне недоставало до 5000 моих вот таких вот кусочков по которым я делаю свои видео зарисовки на данный момент вышито 185 тысяч стежков и это составляет 46% вышивки мне осталось еще 4% до экватора но тут вышивать еще и вышивать достаточно большие здесь пробелы еще остались ну вот здесь вот немножечко осталось тут вот эта часть свода почти уже зашилась отдельные такие вот пробелы очень радует то что лицо практически практически закончено тут вот небольшая часть носа у меня еще не вышита у этого импузантного мужчины слуги и вот тут вот немножечко в прическе воротничок у него начал хорошо обрисовываться вот эти вот нашивки такие шевроны уже практически нарисовались и вот тут тоже вот интересно я все гадала сапог у меня будет виден не будет но вот он так хорошо проявляется тут даже какие-то вот такие вот узоры прям узор узорчатые видны и ножка у стула вторая ножка тоже хорошенечко так вырисовывается ну это лучше всего видно когда на отдалении немножечко камеру держишь ну а так пока еще вот пока вот эти вот дырочки не зашились да прокалинки а пока еще картина в этом месте на свое место не встала но уже уже встает тут прогресс заметен под вот эта часть поддевки рубахи под кафтан она такая в основном светлыми нитками вышивается и тут даже практически не видно что уже там зашито что не зашито но кое-где уже тут начинает зашиваться но я хотела обратить внимание вот на вот эту складочку которая мне очень нравится как она получается такая замечательная вот эти переходы света тени да вот тут темнее тут светлее и прям очень-очень классно очень реалистично все это выглядит и еще еще из таких вот замечательных моментов ну вот эта часть ковра это конечно это конечно жесть тут вот весь этот узор состоит прям вот ну действительно из одних одиночек прям вот несколько несколько стежков тут одного цвета и цвет меняется но что мне очень нравится то что появилась вот эта вот бахрома у ковра и это прям бахрома бахрома вот тоже особенно издали когда смотреть особенно вот в этой верхней части где вот эта часть уже как бы зашилась вот тут прям уже такая видно что ковер с бахромой очень здорово все это выглядит это мне очень нравится чуть-чуть чуть-чуть вот здесь вот в бокале тоже добавилось рука прям уже совсем вот видна прям вот рука которая держит бокал и вот эта вот струя вина да вот эта рука тоже хорошо получилась и вот эта струйка вина которая льется в бокал из кувшина тоже такая симпатичная вот здесь у нас на полочке прям все хорошо тоже обрисовывается и вот это вот резная часть полочки тоже мне очень нравится нравится как получается вот этот вот узор какие-то такие резные крестики тут еще какие-то будут такие мотивы очень-очень здорово ну вот в общем то и все что тут можно сказать по поводу текущего продвижения так что друзья встретимся для вас уже через секунду а я продолжу трудиться над созданием этой монументальной прекрасной картины привет друзья сегодня вторник 23 ноября и очередные 5000 стежочков позади на данный момент вышито 190 тысяч стежков или 47 процентов вышивки ну на самом деле по сравнению с прошлым включением прибавления практически не видно а все из-за того что я вот здесь вот вышивала большой кусок вот этой вот белой белой рубахи поддевки под кафтан и здесь в общем не очень видно белым по белому да сколько прибавилось но вот здесь достаточно много цветов очень сложно мне даются такие участки я вообще испытываю сложности с вышивкой светлым по светлому ну вот тут конечно пришлось напрячь глаза напрячь зрение и вот эти вот светлые вкрапления также встречались вот немножечко здесь вот тут вот здесь вот часть скатерти про скатерть сейчас я скажу чуть позже еще свои впечатления и вот здесь вот тоже прям вот точечно-точечно-точечно на ковре здесь даже и не видно где вот эти белые вкрапления Но вот где-то они тут есть. И когда все это обранится остальными цветами, то уже все это встанет на свои места. Вот что я хотела сказать по поводу стола. Вот так интересно. Вот здесь достаточно темными цветами вышиваются. А мы помним, что скатерть у стола светлая. То есть вот эта темная часть, это тень от скатерти. И вот здесь очень интересно, вот тоже если смотреть издали, начинает врисовываться геометрия стола. Вот так вот он идет уголком. Сгиб вот этого стола, это чуть-чуть дальше. Это уже когда я перемотаю вышивку. Но вот так вот интересно врисовывается тень. Тоже такой вот геометрической фигурой. Вот здесь очень большой, конечно, разброс цветов идет. Но вот так интересно все складывается. Очень интересно врисовывается подклад. Такая прям вот эта складочка розовая. Вот она вот эта вот. Очень красиво это в вышивке смотрится. Опять-таки вот эта вся игра света и тени. Там где складочки идут. Вот эта вот складочка, например. Вот эта вот складочка. Да, вот эти все складочки, которые на этой рубахе, вот этой белой под кафтаном прорисовываются. Ну и да, вот эта вот эта ручка тоже интересно врисовывается. Здесь будет таким более золотистым цветом вышиваться. Вот эта вот как бы вышитая, да, вышитая кайма. Она еще и с каменьями обрамленная. Ну вот так вот интересно все это выглядит. Значит, лицо слуги у меня уже практически... Ну не практически, а да, уже закончено. Вот лицо. Ну тут только волосы остались. И вот часть. Здесь у него какой-то шейный такой платочек, видимо. Синенький такой будет. Интересно. Или это просто воротничок такой. Ну вот здесь вот я еще пока не вышивала этими цветами. Это еще предстоит зашить. И знаете, очень-очень жду. Вот мне кажется, что здесь будет где разгуляться именно игре цвета. Это вот эти вот его бордовые красные порты. Вот это прям я жду эту часть. Это у меня такая десертная будет часть. Наверное, скорее всего, вот эти цвета будут еще в ковре встречаться. Вот здесь вот. Ну вот эти красные порты. Прям вот жду-жду-жду. Когда они вышьются, уже встанет на место и сапог. Оба сапога. Вот они. Раз и два. Пока вот непонятно. Пока только такие очертания. Но магия многоцветки случится именно в этом месте, когда вышьется вот эта вот часть и вот эта часть ковра. И тогда уже обрисуется хорошо сапог со всеми вот этими вот сафьяновыми узорами. В общем, будет просто красота. Ну что ж, продолжаем вышивать. И встретимся через еще 5000 стежочков. Я надеюсь, что в следующем включении мне уж точно будет что показать. Устала я вот от этих белых цветов. Я сейчас, наверное, возьму какие-то другие цвета и повышиваю какими-то более темными или более яркими цветами. Потому что реально от белого просто уже глаза устали. Привет, друзья! Сегодня пятница, 26 ноября. И у меня очередное включение. Плюс еще 5000 стежочков сделано. На данный момент 48% вышиты или 195 тысяч стежков. Ну вот так продвигается вышивка. Сейчас процесс идет интереснее, потому что вот в этой части вышивки, когда уже основная часть зашита, и вот буквально берешь какой-то участочек и одним цветом вот оставшимся зашиваешь, и происходит вот это вот чудо многоцветное. Особенно меня порадовало и было очень интересно вот эту вот часть зеленого такого кафтана вышивать. Тут прям вот одним цветом вот эти вот такие более светлые такие прокаленки, полосочки зашивались, складочки. И вот волшебным образом сразу раз зашилось. И смотришь, да, действительно, это кафтан. Кафтан во всей своей красе. Я снимала живой процесс вышивки. Сейчас я, наверное, вставлю, покажу, как это все происходило. Маленький кусочек. Маленький кусочек. Маленький кусочек. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот этот вот воротничок уже тоже так красиво выглядит, практически уже оформился. Ну вот немножечко тут остались по краешку. Вот этот шейный платочек, ну прям замечательно, чудо-чудо. Лицо у меня вышилось, но вот с прической все никак я не закончу. Возникла у меня одна сложность, такая проблема, над которой я до сих пор себе ломаю голову. Вот в этой части рукава, вот здесь вот видите, вот эти вот четыре стежочка таким темно-зеленым цветом. Прям беспокоит меня вот эта вот часть, потому что очень контрастно здесь получилось. Вот эти вот четыре стежка как-то они совершенно здесь, мне кажется, не в кассу. Меня просто сомнения одолели. Я даже позвонила Катюше Мусатовой, которая уже гости вышивала, чтобы попросила ее посмотреть на свою картину. Не было ли у нее таких же сомнений и была ли у нее там такая же, такая же история. Она мне сказала, что вроде у нее тоже так же, но она, у нее гость сейчас в другом месте, поэтому она просто по фотографиям посмотрела и вроде как говорит, да, у меня тоже какие-то такие вот непонятные здесь стежки. Но меня немножечко насторожило то, что вот помимо того, что вот этот цвет здесь встречается, видите, он как-то так прям контрастно смотрится, да. Здесь, мне кажется, более логичным было бы на этой складке вот какие-то коричневатые цвета использовать. Еще вот он россыпью идет дальше вот в скатерть. Вот эти вот тоже какие-то вот такие зеленые точки прям как-то вот взяли меня большие сомнения, очень несуразно. Этот цвет еще встретился вот здесь вот в ковре, вот здесь в орнаменте ковра. Но здесь как бы нет никакого диссонанса. И еще вот где-то здесь вот вот эти вот узоры. В принципе, они не сильно диссонируют, хотя вот тоже какая-то странность наблюдается. Я не знаю, может быть, конечно, когда все это вокруг вот окончательно зашьется, как-то это не будет бросаться в глаза. Но вот у меня прям закрались большие-большие сомнения. Я сегодня целый день над этим думаю, что делать. И даже написала Ирине Евгеньевне. Я подумала, что может быть, ну бывает такой человеческий фактор, да, что может быть неправильно навесили нитки вместо какого-то коричневого оттенка, навесили зеленый. Я попросила Ирину Евгеньевну проверить. Но она мне отписалась, она мне написала, какой номер соответствует вот этому номеру на палетке. И все правильно. Я уже там 10 раз себя перепроверила, что нитку я взяла правильно. Проверила значок по ключу, вроде все правильно. И Ирина Евгеньевна мне тоже подтвердила, что все нитки те, которые нужно, навешаны. Ну вот прямо у меня диссонируют вот эти вот, не дают мне покоя вот эти вот стишки. И Ирина мне еще написала, что типа, ну если считаете нужным, замените на тот цвет, который считаете более правильным. Типа это, ну это же ваш гость. Гость-то, конечно, мой, но как-то хочется, чтобы дизайнер что-то порекомендовал или дал какой-то ответ четкий. Вот, поэтому очень хотелось бы обратиться к тем, кто вышивал гость. Девчонки, у вас, вы не помните, вот вспомните, пожалуйста, вот именно в этом месте. Это вот эта вот часть рукава на локтевом сгибе, вы не помните, чтобы у вас что-то подобное было. Вот, а если у вас где-то картина, это недалеко, посмотрите, пожалуйста, как это все у вас выглядит. Мне прям кажется, что у меня как-то это очень, прям выделяются вот эти вот четыре стишка. Я уже думаю, может быть, их действительно как-то либо распороть и перешить там каким-то близким вот цветом рядом стоящим, либо, не знаю, сверху зашить или оставить так, как есть. Ну, в общем, не знаю, прошу помощь зала, посоветуйте, что делать. Ну и вот, конечно, вот эти красные алые шаровары, потрясающе. Очень мне нравится вот этот вот кусочек, как это, помните, красные трусели одел и манит, и манит. Вот эти вот красные шаровары, они прям роскошные, роскошные. Тут очень интересно вышивать, вот эти цвета, они встречаются помимо шароваров еще вот здесь вот в сапогах гостя. Вот этот вот красный ковер, ну и, пожалуй, и вот здесь вот тоже где-то. Ну, да, вот здесь уже более коричневые идут на отвороте воротника, так что достаточно скучно здесь цвета ложатся. Их, конечно, много. И мне прям очень хочется поскорее вот эту вот часть дозашивать, чтобы посмотреть, как эти красные шаровары заиграют со всеми вот этими складочками. Они же, скорее всего, не просто там какие-то шаровары, а шелковые там или атласные, не знаю, какие раньше носили, но какие-то шелковые, да. То есть вот эта вот игра светотени должна быть очень прямиленькой. Вот так что вот так пока продвигается мой процесс, потихонечку все зашивается. И вот каждый кусочек, когда вот здесь вот тоже очень интересно, очень красиво получается полочка. Вот, например, у меня вот тут вот еще остались прогалинки, но вот эта вот прогалинка завышивалась, это вышивалось, и вот уже как-то прям полочка. Вот в этой части, верхней части она такая чудная-чудная. Так что здесь вот самый интересный такой момент, что ни какой участок ни возьми, зашьется и будет уже цельная картинка. Вот, например, вот здесь вот, да, синеньким зашивать и будет уже целостное восприятие полностью вот этого синего кафтана. Немножко мне не очень, я сейчас различаю вот эти вот сапоги, как-то они еще пока в размазанном таком виде, вот контуры вот этого сапога, они как-то наметились, но пока я не вижу этот сапог. Я видела у девчонок, что прям в законченной картине видно, что это вот не то, что там какое-то пятно непонятное в тени, а именно сапог, но я думаю, что это тоже встанет на место, когда вот эта вот шароварина вышивается и будет уже такое цельное восприятие. Ну вот, так в целом очень мне все нравится, ну, кроме отдельных нюансов, о которых я уже сказала. Так что продолжаем вышивать и встретимся через еще 5000 стежочков. Ну вот так и красные порты почти закончены. Ну, кое-где еще остались немножечко прогалинки, а так уже вполне себе, вполне себе красные шаровары. Красотища! Привет, друзья! Сегодня у нас понедельник, 29 ноября, и мое коротенькое включение посвящено, нет-нет-нет, не очередным 5000 вышитых стежочков, а окончание недели ударного труда на форуме УЗЛАТЫ. У меня получилось за неделю вышить 14000 стежочков, сейчас на данный момент у меня вышито 198500, а начинала я с отметки 184500, ну вот, получилось у меня ровно 14000. Ну, это значит, что примерно, если за 7 дней 14000, то в среднем у меня получалось где-то по 2000 вышивать день. Ну, я хочу сказать, что эта вышивка шла очень-очень неравномерно, хотя я старалась, старалась в забеге в этом неделе ударного труда как-то побольше навышивать, но тут как ни старайся, на отдельных участках побольше, ну, никак не получается. Вот, особенно, конечно, тяжело мне дались вот этот вот участочек, он еще не закончен, но вот здесь прям сложность в том, что тут настолько огромное количество цветов, вот прям каждый стежок буквально одиночный, и получается, что мне даже вот в эти вот оставшиеся незашитые дырочки даже сложно иголку уже продеть, иногда она так прям туго-туго-туго продевается. И, конечно, очень зубодробильный участок, это вот этот вот с ковром, тут тоже прям вот все соткано из одиночек, даже, казалось бы, вот здесь вот вроде как бы похожие цвета, да, вот этого орнамента или вот здесь вот, но нет, нет, друзья, каждый из этих цветов, это вот прям буквально по одному стежочку своего цвета, разные цвета. Вот здесь тоже прям иголка с трудом уже проходит вот в тени зашитые участочки. Относительно легко и с огромным вообще удовольствием у меня вышивались вот эти вот красные порты, шаровары замечательные. Вот эта вот часть кафтана белая, сложность была в том, что вышивка белым по белому шла. Ну, а так в целом вот здесь отдельные участки, они прям вот одним цветом зашиваются, более-менее такие большие участки, но во всяком случае не разрозненные. Ну, хотя тут тоже встречаются одиночки, здесь, конечно, долго приходится выискивать. Вот видите, вот здесь вот, вот здесь, например, незашитые участки и цвет канвы, он практически неотличим от цвета самого кафтана. Хотя здесь тоже вот есть и бленды, и чистые цвета встречаются. И вот прям сложно найти вот именно ту клеточку, где нужно вышить нужным цветом. Вот здесь сложность была только, вот как обычно у меня возникает, белым по белому вышивать. Вот эти вот тоже участки у меня кое-где остались незашитыми, но практически вот этот свод уже зашился. Здесь все, в общем, так неплохо и симпатично идет. Хотя одиночек, конечно, очень-очень много. Вот здесь вот этот бокал тоже я все никак не закончу, потому что тоже, казалось бы, тут есть похожие цвета, да, вот эти вот рыжеватые оттенки. Но они прям все одиночные, одиночные, одиночные. Рука вот тут еще осталась. Волосы многострадальные этого товарища. Никак нужные цвета мне здесь не попадаются. Я иду так, не от большего к меньшему, не от меньшего к большему, а просто вот, допустим, вот у меня на схеме здесь есть 10 клеточек отмеченных. Я вот смотрю самый верхний незашитый участочек, например, вот это вот, да, вот этим цветом я начну вышивать и пойду этим цветом вышивать по всему-всему полю, где вот он тут встречается. Пока не закончится, включая все одиночки и там не одиночки, небольшие участочки, где рядышком цвета располагаются. Вот так все это у меня и движется. Привет, друзья! Сегодня вторник, 30 ноября и вот очередные 5000 стежочков сделаны. Вот здесь вот хорошо зашилось, вот в этой части кафтана, тут, конечно, сложно идет вышивка и вот эта вот часть тоже прям очень забодробильная. Вот здесь вот беленький кафтанчик уже такой вот в центре практически зашился, но несколько осталось еще точечек просветов. Ой, вот здесь ковром, это, конечно, жесть. Жесть просто жестокая. Вот здесь прям идет очень-очень много одиночек. Ну, вот тут вот немножечко рыженькая часть ковра позашивалась. Ну, и так, кое-где, вот тут в рюмочке, кое-где вот какими-то такими россыпью, точками рукав вот этот практически зашился. Уже очень красиво получается манжетик такой симпатичный. На данный момент вышито 200 тысяч стежков, это почти половина картины, ну, еще не половина, 49%. Еще мне нужно 3000 стежочков сделать, чтобы было ровно 50%, но мне кажется, что 3000 здесь не обойдешься, чтобы сделать перемотку, потому что я все-таки немножечко захожу за вот этот вот край, который формирует экватор. Поэтому тут мне, мне кажется, еще больше, чем 3000 осталось. Вот если все вот это вот зашивать, это будет, конечно, гораздо больше. У меня получилось вышить за этот месяц 40 тысяч стежочков. И в общей сложности на данный момент вышито, ну, чуть больше 200 тысяч стежков. Ну, для ровного счета пишу 200. Вот так пока выглядит картина. Здесь сейчас идут сплошные-сплошные одиночки. Один какой-то цвет вышивается просто буквально точечно, прям вот реально по одному, по одному стежку. Где-нибудь там здесь один, здесь один, здесь один, здесь один, в общем, работа идет очень-очень медленно. Но, тем не менее, очень интересно, как все это продвигается. И за счет вот этих вот одиночных стежочков, вот, например, вот здесь, вот здесь в стуле, вот вышелось вот буквально вот этот стежок и вот этот. Это то, чего не хватало для того, чтобы придать объемность вот этой вот ножке стула, такой вот с кругляшками. И смотрите, ножка стула уже на месте. Очень интересно сапог вырисовывается. Вот он, сапог, вот его мыс. Он весь расшит такими узорами, как это называется, сафьяновые, да, сапожки. Ну, в общем, видно, что, наверное, из дорогой кожи, с какими-то вставками кожаными. Чудо-чудо получается сапог. Тут тоже какие-то интересные узоры. Видно, что сапога два. Вот они, две ноги. Две ноги уже видны. Одна за стулом в тенечке, а вторая вот на самом виду красивучий, красивучий сапог здесь врисовывается. Ну, и вот эта часть ковра, конечно, она просто сводит меня с ума. Тут тоже, конечно, просто сплошные одиночки. Сложно-сложно вышивается, но очень красиво получается. Махрома такая классная. Вот здесь вот какая-то странная вот история. Не знаю, такое ощущение, что как будто, не знаю, как будто испачкан ковер. Не знаю, девчонки, кто вышивал, напишите. У вас тоже такая же вот эта вот шерстинки тут выбиваются у ковра. Прям как-то бросается в глаза. Не знаю, может, я тут что-то напуталась с нитками. Как-то тут так странно. Странно всё это выглядит. Может, так и надо. Не знаю. Вот у меня два вопроса на самом деле накопилось. Вот второй вопрос, связанный с ковром. А первый продолжает меня мучить вот с этими вот на рукаве, на складке вот с этими зелёными стежочками. Я вот думаю, может быть, действительно, как-то их сверху зашить или распустить вот эти четыре стежка и сделать близким цветом здесь. Ой, девчонки, поделитесь, пожалуйста. Прошу помощь зала. Поделитесь вашими соображениями на этот счёт. Вот эти два момента пока только меня так немножечко зацепили. А так в остальном всё очень здорово. Мне всё очень нравится. Классный вот этот вот джентльмен-слуга получается. Вот всё хочется вот тут вот тоже зашивать. И вот эти вот дырки. Надо, наверное, сделать акцент. Сейчас в ближайшее время на вот этих синих цветах хочется уже кафтан как-то завершить логичным образом. Вот здесь и вот здесь вот несколько таких просветов. Ну, а я продолжаю, продолжаю вышивать. До пяти тысяч мне ещё тут много. Нам придётся потрудиться, особенно с учётом вот этих вот одиночных зашивок. Так что скоро встретимся. Для вас это будет быстро. А мне придётся постараться. Привет, друзья! Сегодня пятница, 3 декабря. И у меня экватор. Экватор дорогого гостя. Но экватор не фактически, а по количеству стежочков. На данный момент вышита ровно половина. Это 203 тысячи стежков. Из 406 тысяч стежков – это общий размер картины. И это составляет 50%. А почему это не фактическая половина? Ну, идите, у меня экватор где-то вот там. Вот здесь вот примерно он проходит. Вот. И я немножечко, немножечко заходила. Ещё чуть ниже вышиваю. И у меня ещё остались недозашитые достаточно такие большие участочки. Вот рукавчик. Тут вот край этого сертука. Тут немножечко вот эти вот шаровары тоже нужно ещё зашивать. Вот здесь вот в ковре ещё много одиночек, особенно внизу. Вот здесь вот тоже достаточно много незашитых участков. И это всё... Вот бокал тоже. Это всё то, что состоит из таких вот одиночек-одиночек. Так что для того, чтобы перемотать мою вышивку на следующую часть, как у меня говорила Ильиночка, по-моему, да, первый этаж сталинского дома уже пройден. Вот сейчас у меня второй этаж с высокими потолками большого сталинского дома. Но он ещё не закончен. Ещё нужна небольшая отделка для того, чтобы сделать тут уже окончательный евроремонт. Ну, очень красивая, конечно, получается картина. Очень мне нравится, как получается ковёр. Особенно вот эта вот рыжая вставка прям радует меня. Но тут тоже ещё не до конца зашито. И вот единственный как-то момент этого... Вот эта вот часть, такая вот пятно какое-то на ковре или на полу. Даже не знаю, как-то меня вот это вот смущает. Прямо такое ощущение, как будто... Ну, правильно. Раньше в тапочках-то, наверное, не ходили по боярским палатам. Прошёлся в сапогах, оставил след. Кому-то убирать потом. Ну, в общем, вот так. Вот так это всё выглядит. Очень красиво тоже сапог получается. Так вырисовывается. Он прям объёмно, фигурно и очень красочно. И вот этот вот товарищ, вот этот товарищ, слуга. Ну, про самого дорогого гостя в прошлый раз я рассказывала, что он мне напоминает молодого Грея. Целую историю я придумала с алыми парусами. Как гость привёз сундук с сокровищами. Там тоже алые паруса. Ну, вот они сейчас закручены. Там в сундуке тоже алая ткань лежит. А вот этот, вот этот красавец, он мне больше напоминает... Знаете, вот многие девчонки, которые вышивали гости, тоже фантазировали. Там у кого-то Петруха, у кого-то ещё какие-то персонажи. А мне кажется, что он напоминает Милославского из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». Помните, он там ещё пел «Вдруг как в сказке скрипнула дверь». Вот прям такой персонаж и по типажу, и мне кажется, что непростой, непростой парень. Себе на уме такое немножечко... Ну, как бы он тут делает серьёзное лицо, но мы ему тут не верим. Я вот не верю, что он парень серьёзный. Мне кажется, что парень ушлый, парень знает, что и как. И, в общем, такой красавчик, красавчик, конечно. Ну, правда ведь, этот персонаж очень похож на Леонида Куравлёва в роли Жоржа Милославского. Из фильма «Иван Васильевич меняет профессию». У него и кафтан похожий, правда, другого цвета немножко, но покрой такой же. И вот с такими же левронами у него кафтан, и шейный платочек, прямо точь-в-точь. Вообще, Жорж или Юрий Милославский – это персонаж пьес Михаила Булгакова «Блаженство» и «Иван Васильевич». И этому персонажу Милославскому около 30 лет. По натуре он авантюрист. Стоматологическая поликлиника? Алло! Добавочный 3,62. Будьте добры, позовите, пожалуйста, Антон Семёныча Шпака. Будьте любезны. Квартирный и карманный вор. Он профессионально работает с отмычками, взламывает замки и проникает в жилище. Это я удачно зашёл. В описании Булгакова он элегантен, с артистическим бритым лицом, похож на артиста. Граждане, храните деньги в сберегательной кассе, если, конечно, они у вас есть. Я артист больших и малых академических театров, а фамилия моя... Фамилия моя слишком известная, чтобы я её называл. Ну, собственно, он и представляется артистом, отчего имеет воровское прозвище «Сальдист». Танцуют все! Перекур. Ну, несмотря на такой немножко преступный образ жизни Милославского, Леонид Гайдай в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» показал его настоящим патриотом, который твёрдо стоит за территориальную целостность своей Родины. «Интурист хорошо говорит». «Свейдский армен Роберн Хатт». Отвечай что-нибудь. Видишь, человек надрывается. «Кенская волость?» «О, я, я. Кенская волость». «Да пусть забирает на здоровье». Я-то думал, господи. Государство не обеднеет. Забирайте. «Не вели коснить, великий государь! Вели словом он!» «Да ты что, сукин сын, самозванец казённые земли распазариваешь? Так никаких властей не напастёшься!» «Передай твой король мой пламенный привет!» Ну, а в целом, он вообще очень обаятельный, харизматичный и очень артистичный персонаж. Вы согласны со мной? И пусть вас не вводят в заблуждение его скромно опущенные глаза на этой картине. Мне кажется, что этот добрый молодец ещё себя покажет. Дайте только срок. «Все свободны!» «Налит кубок! Будьте здравы, гости честные, всегда! Обо мне в одни забавы вспомините иногда! Дом ваш полон всем, и сами вы любимы небесами! Благодарны ж будьте им, сколько гость ваш вам самим!» Вот уже два персонажа у меня появилось на картине, и у каждого получается своя история. Один такой вот русский Грей у меня получился, а второй Жорж Милославский. Уже самое интересное, что придёт в голову, когда третий персонаж покажется в этой вышивке. Но до него ещё нужно дойти. Дальше у меня уже пойдёт... То есть вот до сюда я где-то зашила. Дальше у меня пойдёт уже после следующей перемотки. Это будет вот эта вот часть с иконой. И да, третий персонаж должен будет появиться. Зашьётся стол, ну, целиком или частично. Ну вот, дошьётся кувшин. Вот тут тоже какая-то посуда на столе появится. Здесь будет продолжение зубодробильного ковра. Икона тоже очень интересна, как получится, потому что тут такой красивый цвет идёт от икона. Ну, это всё я уже увижу. И надеюсь, что вы тоже вместе со мной уже в следующих видео. Ну, а я на этом буду заканчивать свой очередной эпизод. Это у меня будет уже шестой эпизод моего дорогого гостя. И экватор. Ну, а я пойду монтировать видео, потом буду продолжать дальше. Вдруг, как в сказке встрепнула дверь, всё мне ясно стало теперь. И об этом я расскажу уже в своих последующих видео из серии «Вышивальный дневник» с очередными продвижениями по картине Оскара Фреверт-Люцева «Милый гость издалека». Продолжение следует. А с вами была Светлана Дианова на канале Бель, посвящённому проекту «Ля Ви и Бель» или «Жизнь прекрасна». Всего вам доброго, друзья, и до новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!